Весной в Красногвардейском районе состоялась открытая встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга Александром Бегловым. Он дал районной администрации целый ряд поручений, пополнение которых приехал проверить 2 августа. Так он проверил ход работ на спортивном комплексе «Арена», открытие которого планируется 25 августа. Тут будут тренироваться воспитанники двух спортивных школ и отделения легкой атлетики, а также ученики, расположенные рядом 141-й школы. Второй объект – детский сад номер 97, где протекала крыша. После того, как о проблеме заявила на открытой встрече мама воспитанника, кровь в течение лета отремонтировали. В ходе объезда района в Рио губернатора проверил реставрацию уткиной дачи. До сих пор ее состояние было плачевным, но после того, как решили проблему отопления на участке, появилась надежда на восстановление исторического памятника. Мы, когда ведем эксплуатацию, в главном здании планируем первое – это у нас будет три помещения, в которых будут проводиться выставки исторические. Там все, что связано с историей музейного комплекса и в целом уткиной дачи. Там будут воссозданы интерьеры исторические. Потом в дальнейшем у нас планируется порядка четырех помещений – это центр по работе с детьми. Финалом губернаторского объезда стала встреча с участниками проекта «Чист Охта». В прошлый раз активисты проплыли около 8 километров от Охтинской плотины до уткиной дачи. На пути им удалось собрать более 50 мешков мусора. Этот заплыв принес улов чуть меньше. К слову, принять участие в очистке главной водной артерии района может любой желающий, правда, по предварительной регистрации. Начинать привлечение добровольцев Александр Беглов предложил уже сейчас. Мы договорились, что в сентябре проведем первое соревнование по гребле на байдарках. Вот это будет первое. И отдадим полностью Охту в распоряжение этих молодых людей, чтобы они проводили здесь мероприятие. Ну и самое главное, чтобы они сделали здесь свою базу, чтобы не возили по всему городу байдарки, а у них была здесь своя база. Главе района поручено найти место для организации этой базы. Но, тем не менее, первое соревнование в сентябре они проведут. Александр Беглов остался доволен тем, как идут дела на Охте. Однако отметил, что нужно приложить немало усилий в реализации программы по долгостроям. Также в Рио губернатора пообещал выделить дополнительное финансирование на реставрацию уткиной дачи. Она должна предстать в обновленном виде уже в 2022 году. Елизавета Фролова, Владимир Плотников, Екатерина Тестова. Специально для КАИнсайдер. Продолжение следует...